кто такой наставник когда выхожу в блог и да в прямой эфир я такая как будто на сцену я не понимаю слова проявляться папа мне однажды сказал наташа ты не алла пугачева чтоб на тебя смотрели тебя слушали был какой-то уже первый успех люди должны заплатить чтобы они начали делать какими направлениями в бизнесе к вам обращаются я научила рассказывать о себе легко всем привет меня зовут дмитрий целищев и я в моменте сегодня у меня в гостях наталья бутакова наталья бутакова тренер по личному бренду создатель бренда сумок и шопперов стиль эко дизайнерские сумки этого бренда отличаются эко стилем и качественным материалом как вот вы решили заняться своим делом я так понимаю что у вас был определенный жизненный опыт вы где-то работали где вы работали я работала учителем школе недолго работала проводником потом работала правоохранительных органах и я ушла именно в свободное плавание из госслужбы я поняла что я не хотела быть этой птицы в клетке я чувствовала себя что я как играю какую-то роль но госслужба это все-таки но по факту вот я по личному опыту могу сказать это искусство тратить что сподвигло вас на вот такой смелый поступок я сама по себе очень творческий человек а вот эта система государственная да вот эта система она меня держала вот так вот так я понимала будучи в декрете во втором декрете я поняла что все я завела блог и стала его вести что в этом блоге был знаете вот как многие сейчас может быть начинают тоже просто рассказывала себе в детстве я была очень стеснительным ребенком вот и преодолеть вот этот страх страх проявления себя меня родители отдали в музыкальную школу то есть я училась на классе по классу фортепиано и на хореографическом отделении сцена сцена и там и там сцена кстати вот сейчас когда начала вести блог я поняла что именно блог мне помог вернуть вот эту сцену понимаете когда вы выходите на ваша площадка для самовыражения перед тем как выйти на сцену у вас же мандраж трясет адреналин это классно и я поняла я испытала похожие чувства когда я выхожу в stories когда выхожу блог и до в прямой эфир я такая как будто на сцену вот вы выбрали направление это первое направление вот собственный бренд сумок который у вас в итоге получился это первое направление за который вы взялись и получилось или были еще какие-то были еще какие-то на самом деле было попыток две попытки базы поставщиков я купила знаете раньше было ты была популярным база поставщиков купила хотела ее перепродать а и еще был магазин моя создала тоже его по дропшиппингу вечернее платье дамы были кстати и выпускницы которые выпускались моих платьях и одна женщина даже выходила замуж они как-то параллельно все были получил база поставщиков потом магазин и потом параллельно начала уже сумки вы когда были на госслужбе вы были в декрете причем декрете во втором то есть двое детей сейчас и прекрасный муж и собака и собака и хозяйство и если у меня есть на госслужбе у вас время было только ночью чтобы погрустить то на мой взгляд предпринимательство это же занимает вообще ну как бы на все сто процентов ваше время как муж как дети как как собака когда начинала вести блог меня вообще очень много кто не понимал 1 1 мама меня всегда поддерживала игры наташа давай у тебя все получится подруга меня не понимала муж тоже говорил но уже страном быть переживают там смотрят все только девочки смотрят ведь да но это стало потом он только потом подписался на меня а самое интересное сейчас я вам скажу одну фразу папа мне однажды сказал наташа ты не алла пугачева чтоб на тебя смотрели тебя слушали понимаете вот тогда и я я это написала даже в своем блоге и такая а вот эти фразочки которые особенно вы знаете от близких людей они меня так подстегивали и я такая я вам покажу руки я не пускала руки конечно я чувствовала я чувствовал что это моё мне просто очень нравится вы выбрали направление сумок какие-то сумки это шоперы так ну в основном да вот моя цель была заменить пакеты вот смотрите вы такая такая красивая ну вот представьте да вот меня я тащу пакет какой-нибудь там из какой-то продуктового магазина да ну не очень ну вот 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 а я пахнет бытовухой 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 мне захотелось что-то сделать такое шоперы сделать из качественных материалов то есть смотрите у меня такая фишка в моем бренде я шью шоперы ну и моя команда да то есть я делегировал какую-то часть уже делегировал шьем из качественных из качественной ткани и кстати мое удивление было такое однажды я прихожу в наш местный магазин бренд кировский и из этой ткани они шьют рубашки а я из этой ткани делала подклад своих кожаных шоперов представляете в чем их преимущество в чем их ну да они мы гораздо эстетичнее чем пакет в магазине они экологичные да они удобны и удобная в чем еще их конкурентное отличие преимущества не промокаемые есть у меня отдельная линейка не промокаяк то есть они и очень много стирок выдерживают как вы пришли к к тому чтобы стать наставником как это получилось вот я рассказывала да то что я начала вести блог а потом я поняла что надо как-то научиться вести его более профессионально не просто раз показывать лайфстайл да а быть каким-то экспертом то есть я начала для себя сначала изучать как вести правильно stories дальше обучилась в кино школе я научилась снимать и как раз потом этому и учила людей вот по личному бренду обучилась вот эти несколько знаний я прибила и потом смотрю у меня начали люди ко мне начали обращаться и спрашивать наташ это классный видишь творить научи нас и понимаете то есть люди начали ко мне обращаться я такая о круто ну понимаете тяжело было предложить и тогда я сходила на консультацию к одной девушке она не сказала наташ ты вообще крутая давай проводи поставь такую цену там полторы тысячи рублей и говорю вот об этом об этом ты можешь помочь все и как раз вот эта деятельность эксперты началась у меня с консультации дальше я начала проводить интенсивы по stories и видео как раз научиться проявляться да я вам уже говорила то что я была раньше очень замкнутым ребенком но мой опыт моя жизнь показала мне что я могу с этим справляться я начала научилась проявляться я могу научить людей и вот сейчас я не шучу я не понимаю слово проявляться хорошо а рассказывать о себе заявляйте себе то есть заявлять рассказывать предлагать свои услуги показывать например ходить на мероприятия там ведь тоже рассказать о себе проявление это как чтобы что тебя заметили вы заметны вы умеете проявляться был какой-то уже первый успех до в чем он измеряется тоже и что это за успех расскажу хорошо вот недавно совсем так это было это было как раз в мае почему день рождения у меня моя ученица которые еще прошла мой интенсив по stories 1 где она научилась рассказывать когда научилась весь stories вот так вот знаете обычно у многих людей проблема они не знаю что снимать то есть как бы хочется но они вообще не понимают что там я научил это делать так вот творчески и не заморачиваться то есть вот пришла идея вам вот вот я хочу сегодня рассказать об этом то есть понимаете я научила рассказывать о себе легко но самое главное быть в моменте в этом моменте она научилась вести stories научилась продавать не свои услуги а вязаные изделия своей мамы вообще круто спасибо то есть она всегда это моя подружка на самом деле она меня не понимала тогда когда я уволилась и начала вести блог но потом она видит что это круто круто она тоже начала вести и сейчас расскажу что произошло в мае да потом до этого я и сказала аня хватит хватит развлекать свою аудиторию создавай свой блог бухгалтера она в этот вечер мне присылает шапку профиля она создала вот этот блог она в мае выступала спикером на всероссийской конференции бухгалтеров взяли то есть я была для нее под этим толчком этой поддержкой помощью гри аня ты можешь давай ты классный бухгалтер и вот этот кейс можно сказать я я называю это самый лучший кейс один из самых лучших я не буду недооценивать успехи других своих учеников потому что у каждого они свои какие-то да она она крутая моменте какой поры можно считать ваш на вас наставником вот когда это случилось вот с 2019 года я начала экспертную деятельность до проводить консультации то есть сначала это были какие-то просто советы может быть сначала были какие-то знакомые люди как это развивалось да я когда поняла что простые света вот так вот не работают ты им советуешь людям а действия не видишь люди должны заплатить чтобы они начали делать золотые слова золотые слова человек ценит только то за что он заплатил и обмен энергии ты конечно же еще я даю знания не дают деньги и они хотя бы действуют то есть они не просто деньги эти дали значит они должны что-то делать например выйти stories у нас было самое вот самая большая проблема у людей они не могли выйти говорящий головой говорящую голову да включить и это было тяжело потому что ведь часто бывает что у нас не поддерживают в близкие ну вот как у меня вот там было да такое друзья окружающие а я была тем человеком который поддерживал игры так сегодня ты там наташа ты сегодня выходишь в stories говоришь и то есть определенные слова говорила чтобы они сказали чтобы там была поддержка от и их аудитории они получали реакции то есть они понимали сразу что у круто меня заметили вот и потом они уже начинали рассказывать о своих услугах они отходит ли экспертность на второй план вот за счет того что очень много обертки ну типа а по факту бывает что специалиста ну как бы может быть и бывает бывает такое конечно а сталкивались ли вы с такими людьми ну вот кому просто не дано она просто вот на ней ну на нем получилось были не был неудачный опыт не получилось вести блог ну да вот но как тот не получилось развивать личный бренд вот свой ну как бы ну я думаю видите смотрите когда консультации проводила а я же это делала разово то есть почему я пришла как раз наставничество да вот мы сейчас как раз к этому подходим консультации не дают тот эффект то есть человек ну пришел вот он сделал на этой энтузиазме он неделю поделал и все а наставничество как раз помогает людям сразу от от а до какой-то точки но главное чтобы он был эксперт а не какой-то там вот сам который не знает что ему там развивать и хотя бы тут хотя бы уже интересно будет он сразу может предложить свои услуги и я помогаю дальше к чему мы занимаемся и имиджем мы идем на фотосессию мы научимся рассказывать презентовать себя продвигать не только в онлайн и в оффлайн жизни то есть ходили на мероприятие знакомились кто такой наставник все-таки это человек который передает свой опыт свой путь знания поддерживает направляет но это не есть наставник человек на котором он на которого можно переложить ответственность нет конечно мы все взрослые люди и ответственность только на том человеке который учится обучается но он же будет с вас спрашивать ну то есть коль ты мне наставник да вот давай я тебе даю инструменты я тебе даю знание тебе даю поддержку а ты делай если он не будет делать я не виновата в этом буду но бывали такие истории у меня у меня любимая серия в яралаше я тебе рубль дал дал за кефиром послал послал кефира не было не было рубль какой рубль я тебе рубль дал за кефиром послал послал кефира не было не было рубль какой рубль то есть бесконечно говорите логически понятные вещи а человек мы просто не способен вас понять хотя все вроде бы просто был опыт недавно совсем не очень вот как раз ответственность была переложена на меня и для меня это прям очень большой урок для меня я никогда с этим не сталкивалась то есть всегда человек то что делал да и тут тоже делал но недостаточно наставник у меня от любопытно на какое вот с какого момента он необходим и и где уже можно отправлять в свободное плавание или вот пожизненно нужен наставник ну вот смотрите на самом деле я пока сама своих шишек не набила да ну вот мы же такие все я могу все сама но когда я вот не дошла до того что и она что-то менять в жизни мне нужна помощь я уже одна не справляюсь пока я не заплатила своему наставнику хорошую сумму у меня сейчас есть наставник да я поняла что я не могу дальше вот тоже быть наставником то есть мне нужно нужен мне был помощник чтобы я дальше другим людям помогала наставник наставника да вот то есть обращаться к наставнику тогда когда ты понимаешь что вот твои инструменты вот не работают когда не хватает до не хватает опыта и хочется поддержки поддержки хочется продобиться того успеха который в добился вот этот человек и очень важно выбрать правильно наставника что вам самое то больше по душе бизнес либо вот это вот наставить наставничество обмен энергии как это бизнес или помощь да люди я думаю что очень кстати интересный вопрос я думаю что скорее всего помогать людям помогать потому что так я помогу им и подзаработать и справиться с какими-то со своими страхами и понимать тут не только вот это вот отличный бренд ведение социальных сетей да тут же тут же проявление этой личности в целом и в жизни и я рассказываю не только проведение блога я рассказываю как это совмещать в жизни как это как разговаривать со вот это и получается что я помогаю им быть счастливее учиться мечтать это такое и и бизнесу помощи и психологический человек становится свободнее он в себе не держит уже он выпускает она одну обменивается обновляет свою энергию постоянно получается так получается с наставником вот по бизнесу с точки зрения бизнеса человек избежит некоторых неудач вот есть такая является ли это некой я думаю да но он должен ему доверять наставнику да насколько на сто процентов на сто процентов прекрасно он должен сначала и выбрать его правильно тоже ваш клиент в основном вот с кем вы работаете можете описать есть целевая какая-то аудитория это не можно не могут быть все же да получается в основном это женщины девушки возраст тридцать двадцать восемь тридцать пять сорок лет двадцать пять тридцать пять вот примерно да да есть постарше конечно здесь есть помладше наверняка но такая еще молодежь получается нет молодежь прямо такой нет ну до тридцати пяти лет я сама родилась в ссср я поздно уже начала вот это перестраивать все равно для меня это поздно сейчас молодежь же она уже там в найм так не пойдет как вот мы раньше рвались нам родители говорили давай наташа тебя ты должна быть там юристом экономистом врачом и так далее вот в основном это такая творческая женщина должна быть там девушка творческая которая вот я поняла что у меня лучше идет с девчонками которые любят вот это творить что-нибудь они они любят жизнь если я вижу что у них есть вот эта искорка в глазах я сначала снова беседую какие направления вот можете перечислить без там клиентов да какие с какими направлениями в бизнесе к вам обращаются был даже учитель русского языка и литературы у меня закара то есть девчонки ко мне возвращались косметолог диспетчера девчонка супер вот этот бухгалтер на самом деле очень много вот грумер я могу возможность от кого-то не назову с моим специалисты и кого-то обижу но творческие люди которые создают свой бренд ну например например бренд мыло у нас есть кировский бренд девчонка как раз было у меня настальничество недавно знаете вот что меня очень сильно подкупает еще она мне такой отзыв голосовой записала что я чуть прям ну до мурашек она говорит наташа наташа от что ты типа сделала со мной каждый день не говорят люди как как изменился мой блог каждый а я говорю это все наташа это все она они не верят ты вот понимаете вот это просто помогает двигаться дальше как к вам можно обратиться где получить полную исчерпывающую информацию о ваших услугах ко мне можно обратиться в контакте и в телеграм в гостях у меня сегодня была прекрасная очаровательная наталья бутакова тренер по личному бренду человек который найдет вашу суперспособность и сделает ваш личный бренд а также создатель бренда сумок стилека наталья большое вам спасибо за это приятная беседа партнер проекта компания радуга звуков современной модели слуховых аппаратов в центре хорошего слуха радуга звуков большой ассортимент цифровые технологии киров карла маркса 62 запись по телефону момент астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 мая по 4 июня овны вы будете совершать благородные поступки и много думать вам придется включиться в решение чужих проблем ухаживать за больными и помогать слабым у тельцов благоприятная неделя для любви и дружбы будет много общения с хорошими людьми контакты будут теплыми эмоциональными и обнадеживающими близнецам предстоит сложная работа с информацией или работа с современной техникой кого-то ждет учеба а кто-то создаст собственный информационный курс раков будут переполнять великолепные идеи и возможности но сейчас не самое подходящее время к их реализации львы кто-то из ваших друзей будет нуждаться в вашей поддержке и моральной и материальной со своими личными планами придется повременить где вам стоит подумать о повышении уровня образования или даже о смене профессии появятся новые интересы стремление к творчеству возможны мировоззренческие перемены у весов возможны экстремальные ситуации авантюры в которых вы рискнете своими интересами некоторым предстоит кому-то помогать скорпиона можно влюбиться или увлечься испытать сильные чувства такого рода подъем в первую очередь ждет тех кто путешествует занимается туризмом или имеет отношение к искусству у стрельцов в любви возможно вспышка страстей своих решениях вы будете часто руководствоваться интуиции которая сейчас может подвести козерогов ждут приятные встречи и романтические события гармония в личном партнерстве свидания будут запоминающимися а у одиноких есть шанс знакомства водолеи ждите прибыли у кого-то возможно получение зарплаты или другого дополнительного дохода у рыб возможно какое-то романтическое событие вы ощутите хорошее отношение к вам со стороны окружающих